Приветствую вас. Неплохо было бы, конечно, определить то, что послужило причиной для того, что вы свою тётю стали называть по имени. Вот. То есть это было бы очень неплохо, если бы вы подобную историю, подобный момент для себя как-то вот определили бы. Потому что, что тогда случилось? Что тогда произошло? Грубо говоря, между вами и, собственно, тётей. Что она вас чем-то обидела, она вас чем-то напрягла, она вас чем-то испугала, она повела себя, там, как-то не так, как вам, ну, к примеру, хотелось бы или что-то ещё. Давайте постараемся вот этот момент для себя выделить, давайте постараемся этот момент для себя определить. Вот. И после уже нам будет понятно, нам будет понятно, о чём идёт речь. Это первое, это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, включается в том, по какой причине, собственно, вы не можете назвать... называть... называть, точнее, по какой причине вы не можете называть какого-то дорогого вот по... ну, так как я, да, то есть вы здесь что, вы либо боитесь близости, да, либо вы, наоборот, стремитесь к такой вот близости через чур, да, вот. То есть это очень, очень важно разобрать эти моменты. Что для вас значит, то есть в чём заключается Бог? Близости нужно учиться, возможно, вы просто опасаетесь за свои, например, личные границы, возможно, вы просто опасаетесь за них, то есть если вы сблизитесь, то, ну, возможно, вы просто не умеете... как-то вот быть, ну, быть в близости с человеком, вот. Возможно. Возможно. Понимаете, такая штука. Вот. То есть это, на мой взгляд, то, что нужно вам для себя, ну, выделить и определить. Вот. На мой взгляд, опять же, на мой взгляд. На мой взгляд. Потому что, потому что это довольно серьёзная проблема. Чтобы выйти из этого состояния нужно работать, во-первых, со стыдом. Счётом стыда, который у вас совершенно очевидно имеется, то есть вы считаете себя, например, недостойным того, чтобы обращаться к этим людям. Да, вот. Ну. Неформально. То есть это чувство стыда в любом случае. Ну, и, соответственно, возможно, речь идёт о чём-то ещё, о каких-то, может быть, страхах. Возможно, речь идёт о каких-то моментах, да, и так далее. То есть это, в общем и целом, тоже то, что нужно поисследовать вам, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Значит, так, никак не могу обратиться к родителям мужа, вначале не знаю, как лучше называть, поэтому вполне удобно. Вообще, как, вот туда пишите, вы пишите, как лучше их называть. Не знаю, в чем проблема-то, там, тетя Валя, дядя Саша, например. То есть, какая проблема, в чем сложности заключаются. Вот, вы пишите, очень переживаю. Смотрите, из-за чего вы переживаете? Вот именно вы конкретно из-за чего переживаете? Это первое. Второе. Второе. Что стоит за тем, как вы думаете, вот, по вашему мнению, что стоит за тем, что обижаются они? То есть, почему люди обижаются, хотят вызвать у вас чувство вины? Понятно, что подсознательно это происходит. То есть, понятно, что не специально они хотят это сделать, но разница, то есть, как бы, смысл от этого, он, ну, не меняется, как бы. То есть, если есть такая история, если есть такой момент, то очень важно отделить себя, отделить свои чувства от чувств других людей. Это еще раз повторюсь, важно. Это именно важно. Это не просто вот что-то, ну, что-то такое. Да, это вот именно важно. Их обида, их обида, их обида на вас, никоим образом не относится, собственно, к вам. К вам же. Вот. То есть, это очень важная история. Здесь. Потому что, как бы, каждый раз, когда вы реагируете на обиды, вот, каждый раз, когда вы реагируете на обиды, вы становитесь, по факту, вы становитесь созависимы, созависимы, ну, в отношениях, в отношениях, как бы, вот. Идея заключается, заключается в этом. То есть, еще раз, да, их обида, это только их обиды, все. К вам это отношение никого не имеет. Понимаете, да, о чем идет речь? Я надеюсь. Дальше. Так, значит, ну и, соответственно, периодически в моей жизни у меня близки люди, которых мне почему-то трудно назвать по имени. Ну, здесь я бы, наверное, предложил поиследовать немного, поиследовать немного то, что для вас вообще имя значит. Вот. Что я бы предложил поиследовать. То есть, какое значение вы вкладываете в имя? Складываете ли вы какое-то отношение в имя? Как вы относитесь к себе? Как вы себя воспринимаете? Ну, когда, например, обращаетесь опять по тому же имени, да? Вот. Это все очень, очень важный момент. Вот. Ну и, соответственно, работать нужно с этим. Совсем очевидно, что ваша родительская семья как-то вот так поставила себя, что у вас такие достаточно. А вот властные властные, видимо, родители такие, авторитарные. что, ну, что ввелится бы так. Вот. Ну, это, опять же, всё это корректирует, всё это направляется, в том числе и работой, включая, ну, транзактного аналога. Сейчас это вот такие моменты. На эти моменты мне хотелось бы обратить, ваше внимание. В принципе, на этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.